BMW выдала порцию интересных новинок. Главное среди них — это седан M3 CS. По сути, это полноприводный M3 Competition, но с рядом серьезных доработок. В первую очередь это двигатель, который отличается другим коленвалом, перенастроенным блоком управления и увеличенным давлением надува. В результате мощность выросла на 40 лошадиных сил до пяти с половиной сотен. Для снижения массы многие детали сделаны из углепластика, но серьезного облегчения не вышло. Заряженный седан скинул всего 20 кг. На месте все главные особенности M3 и активный M-дифференциал сзади и режим дрифта, в котором передний привод полностью отключается. Подвеска доработана для езды по треку, за доплату можно получить керамические тормоза. Все баварские четверки, включая заряженные версии, получат новый салон, впрочем уже известный по машинам семейства с индексом 3. В центре композиции 12-дюймовая цифровая приборка и почти 15-дюймовый дисплей мультимедийной системы. В недре его меню отныне упрятано управление климатической установкой. А еще на всех версиях, кроме отмеченных литерой M, джойстик управления трансмиссией заменили компактным переключателем. Старается не отставать и тюнинг от Илье Alpina, которая представила модель B5GT, причем сразу в двух кузовах – седан и универсал. Технически это серьезно переосмысленная BMW M550i, но в данном случае это еще и самая мощная модель в истории компании. Благодаря новой программе управления и увеличенному давлению надува мощность 8-цилиндрового турбомотора довели до 634 сил, тогда как на стандартной BMW он развивает на сотню с лишним меньше. Alpina B5GT в кузове седан несколько быстрее универсала, хотя впечатление производят оба варианта. Однако это уже последние аккорды в истории частного автопроизводителя. Права на название уже проданы и через три года выпускать машины под маркой Alpina будет уже сама компания BMW. Впрочем, куда больше о будущем рассказывает концепт BMW iVision D. Это прообраз нового баварского семейства, которое начнет сходить с конвейера примерно через два года. Вместо привычных экранов – проекционный, который работает на всю ширину ветрового стекла. Кнопок на руле нет, только сенсорные панели. А еще водитель может изменять цвет кузова своей машины. Разумеется, в серийной версии для такой экзотики места, скорее всего, не найдется. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ